Самарская пригородная пассажирская компания, учредителем которого являются правительство Самарской области и открытое акционерное общество Российские железные дороги, осуществляет перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Самарской области в соответствии с заказом правительства Самарской области. Учитывая высокое социально-экономическое значение железнодорожных пригородных перевозок в жизни общества, основными задачами компании является сохранение маршрутной сети, обеспечение транспортной доступности для жителей Самарской области, улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение эффективности и рентабельности данных перевозок и расширение спектра оказываемых услуг. Всего для обслуживания пассажиров на территории Самарской области задействовано более 400 человек. На полигоне обслуживания Самарской ППК 107 остановочных пунктов. Оформление проездных документов в пригородные поезда осуществляют 36 билетных касс, в которых ежедневно пассажиров обслуживают 160 кассиров. За 7 лет работы компании перевезено более 55 миллионов человек. Общая протяженность маршрутов пригородных поездов по территории Самарской области составляет 522 километра. Учитывая социальную значимость пригородных перевозок с железнодорожным транспортом для населения Самарской области, трудовой коллектив «Самарская ППК» продолжает работу по совершенствованию производственной деятельности, направленной на обеспечение транспортной доступности и улучшению качества обслуживания пассажиров. В 2017 году компания планирует перевезти не менее 8 миллионов человек. Здравствуйте, это программа «Город С» и я Елена Чернявская. В период масштабного ремонта автодорог, которые сейчас развернуты в регионе, незаметно переориентирование пассажиров с автомобильного транспорта на железнодорожный. Пассажиропоток в пригородных поездах вырос в разы, в городе дороги перегружены автобусами и машинами, а железная дорога при этом остается безопасной, быстрой и удобной. Вот в течение 7 лет «Самарская пригородная пассажирская компания» считается одним из основных и самых надежных пригородных перевозчиков на территории Самарской области. О новшествах, развитиях, перспективах и безопасности я говорю сегодня с Олегом Анатольевичем Петрыхиным, генеральным директором «Самарской пригородной пассажирской компании». Здравствуйте, Олег Анатольевич. Здравствуйте, Ильяна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну что же, давайте поговорим, над какими актуальными для пассажиров проектами сейчас работает ваша компания? Ну, во-первых, задача нашей компании – это повышение качества обслуживания наших пассажиров. Мы одна из немногих компаний, которая не только сократила стационарные билетные кассы, но и увеличиваем. В стране их, в таких компаниях, как нас, всего 25. Также для контроля диалога между пассажиром и кассиром мы установили программное обеспечение, называется оно «Пассажир-кассир», где мы можем все это прочитать, увидеть и услышать. Ну и для оформления проездных документов в электропоезде, непосредственно в билетных кассах. Компания совместно с транспортной картой провела модернизацию нашего оборудования, в связи с чем пассажир может у нас безналично оплатить проезд посредством транспортной карты, также любой банковской карты, которая есть. То есть это просто, удобно? Быстро. Ну и современно, самое главное. Ну что же, хорошо, пути развития самарской компании, вот 7 лет, что было сделано за этот период? Можно ли сказать, что это период становления, либо все-таки это период успешного развития, Олег Анатольевич? Ну я хочу сказать, что период становления уже пройден, успешно компания, компания сегодня прочно стоит на ногах, то есть мы мощны, как никогда на сегодняшний день. Ну и компания не только сохраняет свои перевозки, мы еще и развиваем их, мы назначаем новые маршруты, новые поезда, делаем все для того, чтобы нашим гражданам в нашей Самарской области было удобно с нами работать. Уважаемые телезрители, периодически на ваших экранах появляется телефон на горячей линии, справочный, также сайт компании. Обратите, пожалуйста, внимание, возьмите на заметку, вот Олег Анатольевич, кстати, организационный момент, по этим телефонам можно что, обратиться с пожеланиями, с предложениями, либо просто задать насочный вопрос по перевозкам? Одним словом, по этим телефонам можно сделать все. Можно сделать все. Ну, тогда возьмите, уважаемые телезрители, обязательно себе на заметку. Самарская ППК – это вот субсидированная компания. Скажите, пожалуйста, что это означает для пассажиров, в первую очередь? Ну, во-первых, сам вот этот бизнес, перевозка пассажиров, он убыточен, заранее убыточен, да. Ну и для того, чтобы его сохранить, государство взеляет субсидии. Из чего складывается цена на проезд? Она, во-первых, регулируется. Во-вторых, все расходы компании, которые мы предъявляем регулятору, они у нас прозрачны. То есть не утаить ни копейки, никуда-то ничего не сделать. Не получится, да? Ну и в-третьих, наверное, самое главное, что цена, которая установлена на проезд, она ниже себестоимости. На сегодняшний день пассажиры оплачивают всего лишь 60% от стоимости, а 40% субсидирует государство. И хочу сразу сказать, что с 3 мая этого года произошла очередная индексация цен на 4%. На сегодняшний день в пределах городской черты, это в направлении Самары-Конструкторской, Самары-Зубчининовка, Самары-Ягодный проезд стоит по наличному расчету 20 рублей 20 копеек, а безналичному расчету 18 рублей 20 копеек. В пределах первых 10 километров по наличному расчету 13,20 и по безналичному 11,70. И за каждый последующий километр, соответственно, наличный расчет рубль 32 и безналичный расчет рубль 17. Игорь Анатольевич, а вот интересно, есть такая статистика, чаще всего как расплачиваются пассажиры наличным или безналичным расчетом? Ведь безналичным дешевле, вот почему такая разница? Вы знаете, мы введем эту статистику для себя, это нам очень важно. Я хочу сказать, что ровно год назад мы начали работать с транспортной картой, и ровно в 100 раз у нас увеличилось плательщиков по безналичному расчету. Да, это действительно удобно, потому что сейчас все это современно, быстро, не нужно деньги, мелочи искать. Тариф у нас дробный, не всегда кассиру приходится вот эти копеечки, 10-монетные счета, которых, кстати, нет практически в обращении, сейчас банки, вернее, монетный двор их просто не выпускает. Поэтому безналичный расчет, он очень удобен и очень быстро. Очень быстро. Хорошо, продолжаем наш разговор. Вот современные транспортные компании, коими вы являетесь, помимо традиционных перевозок, очень активно осваивают новые интермодальные и мультимодальные форматы. Вот какие форматы для себя выбрала и успешно осваивает Самарская пригородная пассажирская компания? Ну, мы, конечно, не отстаем от ритма жизни, мы тоже используем интермодальность, это совмещение... Что это такое? Расскажите простым языком, чтобы было понятно. Это совмещение двух видов транспорта по доставке пассажира с точки А в точку Б. Этим мы пользуемся сегодня наглядно в микрорайоне Южный город. С перевозчиками автобусными прошли переговоры. И в результате чего у нас получилось, что житель Южного города садится на автобус номер 109. Его этот автобус подвозят к платформе «Красный крыжок». Он пересаживается на электропоезд и едет в дальнейшее направление, куда им надо, в сторону Сызрани, в сторону Похвостни, в сторону Жигулевского моря. Также мы этой услугой пользуемся тогда, когда железная дорога проводит технические ремонты своей инфраструктуры. К примеру, из точки А в точке Б едет поезд, в точке А1 он останавливается. Мы подвозим туда автобусы, пересаживаем пассажира в автобус и везем его в дальнейшую точку Б. Это очень удобно для пассажира. Почему? Потому что иногда ремонт происходит в тех местах, где просто нет автобусного сообщения. Ну а потом, многокилометровые пробки, и это очень удобно. Олег Анатольевич, правильно ли я вас понимаю, что вот этот вид перевозки в связи с ремонтом Южного моста, когда он будет отремонтирован, наладится обычное сообщение, или это будет развиваться, продолжаться и так далее? Не факт. Все зависит будет, естественно, от пассажиров. Я думаю, что за время ремонта Южного моста они привыкнут к нашему качеству, к нашей надежности и останутся у нас. Вот еще тоже сказал, не досказал в первом вопросе вашем, а также мы пользуемся по перевозке интермодальности, по перевозке пассажира с города Самара до аэропорта Курумыч. Пассажир садится у нас в городской черте, в электроповесть, приезжает до платформы Курумыч, там он пересаживается в комфортабельный автобус, и его уже автобус везет непосредственно в терминал аэропорта Курумыч. Очень удобно. Хочу сказать, это не то что удобно, это намного экономичнее для пассажиров. Экономично по деньгам. Олег Анатольевич, в первую очередь, ну и, конечно, самое главное время – деньги. Экономится время, значит. И время, однозначно. У нас время сейчас составляет прибытие до аэропорта Курумыч – это 1 час 16 минут. Если мы от того же железнодорожного взяла сядем на колесный транспорт, то, я думаю, часа 2,5-3 мы будем туда ехать. Вы знаете, я обязательно воспользуюсь. Вот лично я на себе очень хочу проверить, насколько это быстро и удобно. Хорошо, вот направление Самара-Новокуйбышевск также пользуется очень большим спросом у местных жителей. Пассажиропотока составляет полтора миллиона человек в год. Вот как специалисты компании отслеживают этот пассажиропоток? И самое главное, как вы прибавляете, убавляете поезда? Да, у нас это одно из самых ведущих направлений. Это Сыздорское направление. Мы так называем Самара-город Сыздор. На сегодняшний день в обоих направлениях у нас курсирует 18 поездов. Также отмечу, что на время ремонта моста мы назначили еще 7 дополнительных поездов. Три в одном направлении, четыре в обратном. Постоянно проводим мониторинг. Постоянно. Дело в том, что с каждым днем количество пассажиров увеличивается. И мы ежедневно, проведя мониторинг, понимаем, на каком электропоезде нужно нам сколько добавить вагонов. Для того, чтобы осуществить вывеску, вывоз пассажиров с данного направления. Вот мы сейчас смотрим такие красивые, яркие электропоезда. Олег Анатольевич, вот можно, ну прям буквально сказать пару слов о качестве, о комфортабельности, может быть, о безопасности. Мы об этом поговорим, конечно, позднее, но прям буквально пару слов. Такие красивые поезда были в кадре. Ну, на сегодняшний день компания не имеет, собственно, подвижного состава. Мы арендуем их у Куйбышской железной дороги. Подвижной состав действительно нам просто повезло. Он практически новый. Время выбытия первого состава только в 32-м году. Также мы очень сильно свое внимание уделяем к санитарному состоянию поездов. Чистоте, да? Да, непосредственно, ежедневно у нас происходит влажная уборка, сухая уборка. Ну, мы хотим сделать все для того, чтобы пассажир с радостью пользовался нашим подвижным составом. Да, и приходил не раз и не раз. Конечно. Хорошо, ну вот, а скорее всего, я так полагаю, в числе приоритетных задач, конечно, подготовка чемпионата мира 2018 года, вот на период проведения спланированных в Самаре матчей будут ли дополнительные поезда? Да, вот и вообще, вот, ну, чемпионат-то не за горами. Готовитесь уже, Олег Антон? Да, чемпионат не за горами. Сейчас у нас проходит Кубок конфедераций. Ближайший город от нас – это город Казань. Там у нас работает ООО «Содружество». Это тоже пригородная пассажирская компания, которая обслуживает в Казани перевозку пассажиров. Мы постоянно с ними на контакте, мы постоянно интересуемся, учимся, обучаемся. Ну и на период проведения чемпионата мира, естественно, мы будем перевозить ускоренными поездами по направлению Самары, аэропорт Курумыч и Самар-Тольятти. Использовать дополнительные электропоезда. Тарифы уже как-то устанавливаются, регулируются? Какие будут цены? Тарифы на чемпионат мира, мы их везем бесплатно при наличии билета на футбол, да, билет? Да, 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 да. Все будет включено в стоимость этого билета. Здорово. Вот давайте очень важную информацию сейчас озвучим для наших уважаемых телезрителей, любителей Грушинского фестиваля. Скоро он. В каком режиме также планируете работу? Будут дополнительные ли рейсы? И какие цены в этом году предусмотрены? Да, мы являемся постоянными партнерами Грушинского фестиваля по перевозке гостей и участников этого фестиваля. В этом году мы тоже будем это делать. На период проведения Грушинского фестиваля мы назначили всего 64 пригородных поезда в этом направлении. Из них 20 дополнительных поездов и 12 поезда продлили маршрут до поляна имени Грушина. Значит, тарифы были у нас все предыдущие годы коммерческие. Да. Они были выше стоимости установленных. Наверняка они намного, да? Ну, я хочу сказать, где-то порядка около два раза они были дороже. На сегодняшний день, благодаря совместным усилиям Министера транспорта Самарской области, мы включили в заказ все эти поезда, и наши граждане и гости поедут по регулированному тарифу. Стоимость проезда будет стоить 91 рубль, не 150, как в прошлом году. Как в прошлом году. Да. Ну, сразу пользуясь моментом, хочу обратиться к участникам этого фестиваля. Хочу предупредить, что электропоезда у нас есть здесь строго по расписанию, поэтому предлагаю всем ознакомиться с расписанием на сайте компании. Также на поляне у нас будут вывешены расписания. И большая просьба, уважаемые наши участники фестиваля, не идите все на один электропоезд. Почему? Потому что в прошлом году вышло порядка полутора тысяч человек, а поезд может вместить всего лишь 800. Поэтому как-то распределяйтесь между поездами. Мы вас всех вывезем. Такое теплое пожелание, да? Кстати, Олег Анатольевич, я сама раньше ездила на Грушинский фестиваль, но я помню, мы как-то билеты покупали заранее. Скажите, совет также, да? Заранее нужно покупать, либо прям вот уже непосредственно перед отъездом? Нет, вы можете и купить заранее, и можете купить непосредственно в день отъезда. Почему? Потому что мы увеличим количество билетных кассиров. На саму поляну вывозим порядка 10 кассиров, которые будут непосредственно там продавать билеты на вывоз оттуда. Сразу хочу сказать, что будут действовать также транспортные карты. Билеты будут уже со скидкой идти. Ну и в статонарных кассах, здесь в черте Самар, у нас тоже будет увеличено количество билетных кассиров. Так, чтобы не создавать большие очереди. В электропоезде также будут работать разъездные билетные кассиры. Вот хорошо, спасибо. Давайте подробнее поговорим о новых поездах. Аэропорт Курумыч, Волжский экспресс, Тольятти-Лайн. Расскажите вот о преимуществе, комфортности, ну и, конечно, актуальности этих направлений. Ну, здесь я тоже хочу сказать, мы были одна из первых компаний, которые занялись ускоренными комфортными перевозками. Первый у нас был это Волжский экспресс. Это направление Самара, город Сизрань. Мы ускорили этот поезд совместно с Куйбышевской железной дорогой ровно на 30 минут. Если обычный поезд идет там 2 часа 30 минут, то этот поезд идет 2 часа. Что мы сделали для пассажира? Мы кондиционировали составы, мы затонировали стекла, чтобы меньше проникало солнечные лучи. Мы поставили мягкие сидения, ну и занавесочки. Естественно, у нас там стюардесса нашей красивой девушки, которая помогает. Мы зонировали поезд на классности вагонов. Ну и также учли пожелания граждан, которые попросили не только вагоны повышенной комфорции, но и обычные вагоны, в принципе, к этому поезду, чтобы они тоже могли добираться. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Ну все делайте для того, чтобы пересаживаться в автомобиль. Так мы же работаем только для наших граждан. Вот, кстати, вы сами пользуетесь электричками? Сами вот ездили, к примеру, до Тольятти? Значит, сразу скажу, что в силу исполнения своих обязанностей, я обязан ездить на электропоездах, осуществляя проверку работы билетных кассиров, также проверяя состояние самого электропоезда, потому что мы за него отвечаем. Да, езжу, очень часто езжу в аэропорт, контролирую, как они, очень часто в сторону Сызрани езжу и на Жигулевское море. Нравятся мне там красивые у нас места. Очень часто разговариваю с пассажирами, когда они узнают, что это генеральный директор, они прямо мне раскрывают всю свою душу, все свои жалобы, все пожелания, ну и слова благодарности тоже мы от них нередко слышим. Это очень замечательно, Олег Анатольевич, потому что благодарность за свою работу, конечно, всегда очень приятно выслушивать. Но вот, кстати, вы сказали, что жители к вам обращаются. Как вы работаете с обращениями граждан? Как откликаетесь? Может быть, порой что-то не по силу сделать, но тем не менее. Действительно, вопрос очень хороший. На это внимание обращают не только сама компания, но и президент ОРЖД Олег Белозеров. Он тоже требует от нас быть чутким к каждому обращению граждан. Происходит это следующим образом. Или же телефон, или книга жалоб, которая находится в каждой кассе, или непосредственно на электронную почту компании присылается жалоба. Созываем всех причастных людей, кто должен был предотвратить эту жалобу. Производим разбор полетов, так сказать, намечаем пути исправления этой жалобы. Если что-то у нас не складывается, значит, мы стараемся пригласить или связаться с заявителем этой жалобы, для того, чтобы с первых уст услышали. Ну и после решения этих вопросов мы нередко видим, опять же, слова благодарности от этого заявителя, о том, что большое спасибо, вы устранили эти замечания. Бывает так, что неправильный человек сел в электропоезд, неправильный купил билет не на ту сторону. Мы стараемся идти навстречу и возвращаем эти деньги на мобильный телефон заявителя. То есть мы лицом, еще раз говорю, лицом повернулись к нашему пассажиру. Сервис в данном случае хочется добавить. Работаете все, как говорится, для пассажира. Олег Анатольевич, мы с вами говорили про Волжский экспресс. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться и посмотреть сюжет с открытия и запуска первого поезда. Внимание на экран. Вот он первый стоит на первой платформе. Вагоны ничем не отличаются от тех, которые курсируют в Москве. Есть стандартные места, есть повышенного комфорта с кондиционером и мягкими сидениями. В общей сложности четыре вагона. Здесь 70 человек, в головном вагоне 52 человека. А это специально. Кто-то же не может назад ехать спиной. Железнодорожное сообщение до аэропорта – мировая практика. Без этого вида транспорта уже не представляет жизни, например, в Осло, Стокгольме, Токио, Лондоне, Цюрихе. Осторожно. Дверь не закрывается. В России первопроходцем стала, конечно же, Москва. Поезда получили неформальное название «Аэроэкспресс». Именно так называется компания, которая предоставляет услугу. В Самаре, видимо, по аналогии, хотя к этому предприятию прямого отношения перевозки не имеет, поезда окрестили именно так же. 150 рублей – это цена за место вагоне с повышенным комфортом. В стандартном – 87 рублей. Что касается внутригородских остановок, то билет до них стоит чуть меньше 20 рублей. Минимальная цена, особенно учитывая расстояние, например, до Курумча – 68 километров, получилась благодаря дотации из областного бюджета. Сейчас в вагонах еще есть свободные места, но представители РЖД говорят, что по-настоящему востребованным новый рейс, как правило, становится в течение полугода. Предусмотрены на этом рейсе и промежуточные остановки – Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная. Удобно будет добираться и жителям Крутых Ключей. Сейчас решают вопросы по поводу поселка Береза, чтобы жителям, а это 5000 человек, было удобно добираться до города. На первых рейсах загрузка составила примерно 10%. Аэропорт – это главная точка приема гостей к чемпионату мира. Вы знаете, мы сделали новый аэровокзал, который сейчас один из лучших в стране и в своем классе входит в тройку, в пятерку лучших в Европе. И мы должны создать все условия для того, чтобы люди могли туда добираться в нормальных условиях и достаточно оперативно. Очень удобно, комфортно. Сейчас же начало положено. Водэкспресс приходит в Курумыч. Курсировать он будет ежедневно. Четыре рейса туда, четыре обратно. Самый ранний от вокзала уходит в 6.23 утра. Самый поздний из Курумыча – в 2 часа 28 минут по местному времени. Это особенно важно. Ранее, после 10 вечера, добраться до города можно было только на такси. Отмечу, что бесплатный шаттл по прибытию на железнодорожную станцию подается в течение 6-10 минут. От аэропорта – за 30 минут до отправки экспресса. Глава региона обратил внимание железнодорожников и на привокзальную территорию. Предложил на месте заброшенного здания РОВД создать многоуровневую парковку. А существующую на площади переделать под сквер. Как неоднократно подчеркивал и президент страны, и губернатор, в какой России увидят туристы во время чемпионата мира, такое они ее и запомнят. За эти два года предстоит изменить многое. Мы с вами говорили о качестве обслуживания населения. Вот вы знаете, Олег Анатольевич, я сама недавно покупала билет на электричку, была очень приятно удивлена, что кассиры очень вежливые, внимательные. Вот как вы работаете с клиентами? К примеру, кстати, вот как поощряете профессионалов своего дела? Ежегодно в нашей компании проходит конкурс профессионального мастерства. Ежегодно наш представитель нашей компании участвует в областном конкурсе, который, кстати, он и выигрывает в своей номинации. В этом году мы начали проводить этот конкурс в стиле квест. Что это такое? Это было у нас образно разграничено на количество станций, их было порядка семи, где каждый конкурсант выполнял четко поставленные задачи. Эти задачи были тушение пожара, реанимация пострадавшего, проверка купюр на благонадежность. Вы знаете, всем очень понравилось. За этих конкурсантов болели не только сами конкурсанты, но и их, естественно, коллеги. Да. Ну и кроме того, что они получают у нас какие-то денежные вознаграждения, которые сопутствуют качеству профессионализма этого человека, мы еще и на каждом кассовом окне, где работает победитель, пишем, заметочка такая, вас обслуживает лучший билетный кассир самарской проигранной пассажирской компании. Может быть, вы как раз и к этому кассиру и попали. Возможно. Вот внимания не обратилось. В следующий раз обязательно буду обращать внимание. Ну, хорошо. Не могу не спросить вас, Олег Анатольевич, о мерах безопасности, которые наверняка вы проводите среди сотрудников, ну и также среди населения. Может быть, появились какие-то новшества в безопасности? Расскажите, какую работу проводите? У нас также есть фотоматериал, я предлагаю к нему обратиться. Да, на самом деле компания уделяет очень большое внимание этому вопросу. Почему? Потому что, сами знаете, время у нас неспокойное. Вот. Последнее мероприятие, которое мы проводили, это было учение, реальное учение в электропоезде, реальное учение проводили на стационарной билетной кассе. Да, руководителем этого учения у нас были специалисты, которые обучают и работают в Самарском государственном университете путей сообщения. То есть, естественно, и контакт с ними налажен, да? Контакт с ними полностью налажен. Кроме того, на это учение мы приглашали транспортную полицию сотрудников ФСБ, которые курируют нашу вот эту железную дорогу. На этом учении кассирам и нашим сотрудникам были предъявлены реальные муляжи взрывных устройств. Конечно, был разработан порядок действия при возникновении какого-то чрезвычайной ситуации. Ну и все остальное, непосредственно которое уже связано с вот этими делами. Спасибо большое. Ну вот главные плюсы, конечно, электрички – отсутствие пробок. И, как я сегодня лично могла убедиться, это, конечно, цена поездки. Вот у нас с вами сегодня откровенный разговор, да, Олег Анатольевич? Есть все-таки какие-то минусы? Ну, минус есть. И он один. К сожалению, железнодорожное полотно проходит не по центру нашего города и не вокруг него, а всего лишь по промышленной зоне. Поэтому я так думаю, что многие люди бы хотели воспользоваться нашим услугой, но добираться до электропоезда очень долго. И они, скорее всего, пересаживаются на маршруты автобусного транспорта. А плюс, да, плюс один – это надежность, это качество, это скорость. И экономия, опять же, финансов. Ну, для сравнения хочу сказать, что билет автобусным транспортом до города, чтобы быть точным, давайте до города похуй с него стоить, 369 рублей. Это автобусом, да? Автобусом, да. На электропоезде 210 рублей. Разница ощутимая. Конечно, ощутимая. Да. Тем более, если в оба конца, если еще не один раз в неделе, то это, конечно, безусловно. Однозначно, однозначно. Олег Анатольевич, а вот борьба с беспилетным проездом, штрафы, вопрос этот сегодня актуален? Или вот наши граждане все-таки стали более законопослушными? Ну, могу начать с истории. В 2010 году, когда мы начали работать, мы очень сильно обращали внимание, и сегодня обращаем, и очень сильно занимались этим мероприятием. Ну, по протяжении 7 лет, как бы, я так думаю, что граждане уже поняли, что прошел у нас момент оптимизации. Мы поняли, что если гражданин не покупает билет, мы его просто не видим в этом электропоезде. Почему? Потому что продажа, она автоматизирована, она сразу выходит у нас на компьютер, и мы видим, сколько человек у нас и откуда, и куда они поехали. Поехали. Да, то есть мы тоже должны для себя понимать. Воздух возить мы не будем. Деньги нам за это, естественно, никто платить не будет. Кстати, вышел закон, изменение к закону ФЗ-81 о внесении изменения в федеральный закон Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации в части регулирования ответственности за безбилетный проезд. На сегодняшний день перевозчик имеет право сам штрафовать безбилетника. Я хочу сказать, компания в этом направлении тоже работает успешно. На сегодняшний день штраф в городской черте составляет 1030 рублей, а за городской черте чертой 630 рублей. То есть накладно за этим ездить? Вот сразу пример, да. Вот мы едем с вами до Пухов, с ним 210 рублей надо заплатить. Добропорядочному гражданину. Если я заяц, вы меня ловите, я плачу, если вы меня ловите в городской черте, 1030 рублей плюс 200 рублей на судебные расходы. Да. Или же 660 рублей, ну в три раза дороже получается. Суды встают на нашу сторону. На сегодняшний день... То есть судебная практика даже еще существует, да? Да, да, да. На сегодняшний день мы 53 исковые заявления подали, из них 46 было удовлетворено, 7 граждане заплатили сами. То есть в добровольном порядке. Олег Анатольевич, вот прям коротенько буквально, садить имеете право? Либо штраф здесь садить? Садить имеем право только на станции, где находится вокзал, теплое помещение, да. А мы имеем право взять штраф, пассажир оплачивает проезд, плюсом еще едет дальше. Спасибо. Ну что же, время наше так быстро подошло к концу, пробежало незаметно. Я благодарю вас за очень интересную, очень информативную беседу. Обращаю еще внимание ваши, уважаемые телезрители, что сайт и телефоны периодически появляются на ваших экранах. Беседовала я сегодня с Олегом Анатольевичем Петрыхиным, генеральным директором Самарской пригородной пассажирской компании. Олег Анатольевич, ну и по традиции, конечно, программы. Я хочу предоставить вам заключительное слово, вот что бы вы хотели пожелать нашим всем уважаемым телезрителям. Уважаемые друзья, я думаю, что вы все являетесь потенциальными нашими партнерами, поэтому я вам хочу сказать, что вы все видите, какие пробки в нашем городе, автобусный и автомобильный транспорт никогда не заменят электропоезд. Мы вам готовы предложить скорость, комфорт, безопасность. Приходите все к нам, мы вас доставим в любую точку нашей Самарской области. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое за участие в передаче. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания.